Подобное видео я уже записывал на свой канал, это было 9 месяцев назад, и на том ролике была бешеная активность и почти 16 тысяч просмотров. Я думаю, видео вам понравилось, оно было интересное, полезное, я думаю, даже благодаря этому многие научились как бы работать дальнобойщиком, поэтому я решил записать подобное видео, рассказать вам заново, что нужно делать там и так далее, тем более за это время немножко все поменялось. Как вы догадались по названию, в этом ролике я вас научу работать дальнобойщиком, и расскажу, как быстро покачать свой скилл. Прошлое видео я записывал, уже когда у меня был сотый скилл, сейчас у меня уже 105 скилл, тем более это видео я записывал на Red сервере, это видео я записывал на Yellow, и вы сами знаете, что буквально за 5 месяцев я вкачал с нуля сотый скилл, поэтому мне есть что вам рассказать. Для тех, кто еще не играет на проекте Amazing Holy Play, знайте, то что есть мой промокод, пишите слэш мэм, седьмой пункт промокод, указать другого ютубера, и вводите вот такой вот замечательный промокод. Его можно вводить на любом сервере, просто вводите, качайте уровень и получаете 450 тысяч. Ну что ж, я вам желаю всем приятного просмотра, приятного аппетита, смотрите видео от начала до конца, ну и конечно же поставьте лайк и подпишитесь на канал. Давайте на этом видео наберем очень хорошую активность, я не знаю, получится ли как на прошлом ролике на эту тему, но возможно получится. Просто возьмите каждый, поставьте лайк, мне реально будет приятно. Ну что ж, первое, что вам нужно знать, то что данная работа доступна с восьмого уровня персонажа, то есть вы качаете восьмой уровень, и вы сразу можете идти работать дальнобойщиком. После того, как вы вкачали аккаунт, вам нужно найти, где находится данная работа, пишите слэш GPS, работы, и выбираете шестнадцатый пункт, это база дальнобойщиков, она находится в городе Арзамас, и здесь как раз пишется уровень, который вам нужен для того, чтобы здесь работать. Вы нажимаете, у вас появляется метка, на данной работе есть как бы аренда, есть аренда тягачей, арендовать данный транспорт это максимально просто невыгодно, никто этим не занимается, мало того, что вы потратите много денег, да еще у вас будет огромная комиссия, которую вы очень с трудом сможете отбить. Да и в целом, вы не сможете отдавать нормальную фуру, если вы только пришли на дальнобойщики. Вам будет доступна вот только эта машина, эта Вольво, она едет очень медленно, оно того не стоит, поэтому даже не думайте, даже не пробуйте, даже не арендуйте. Вы спросите меня, а как как бы работать, если арендовать, в принципе, невыгодно. Когда вы устраиваетесь работать с дальнобойщиком, у вас будет доступен чат, в чат, в котором общаются все дальнобойщики, что вы делаете? Вы берете, нажимаете F6, пишете команду slash G и пишете вот такой вот текст, устройств работать в ТК. ТК это транспортная компания. И указываете свой номер телефона, и вам обязательно кто-то позвонит и вас примут в компанию. Сейчас я вам покажу, как выглядит компания, как там вообще фуры брать, как там все работает и так далее. Потому что многие, когда приходят в компанию, они даже не знают, как работать. После того, как вы устроили транспортную компанию, вам нужно ее как бы найти, если вы не знаете, где она находится. Конечно же, вы можете просто перезайти в игру, но если вы не хотите этого делать, вы просто пишете slash GPS 9 пункт компании, и здесь находите по названию компанию, которая вам нужна. Кстати, важная тема, пацаны, то, что лучше идите в компании, которые активно работают и забирают топы. Как бы и вам будет с кем пообщаться, и у вас будет как бы стимул катать, чтобы помогать забирать топы. Да и в целом вы сможете как бы зарабатывать. Но об этом чуть позже я расскажу, как вообще это определить, какая компания лучше всех работает. Получается, пишете команду slash job, либо slash дальна, либо по-русски дальна, кому как удобно. И здесь, получается, есть рейтинг, и здесь вы можете посмотреть, какая компания самая активная из всех за целый день. Поэтому, в принципе, ориентироваться, кто там больше работает, кто меньше, и куда, в принципе, лучше идти. Понятное дело, кто как бы лучше работает, кто больше всех работает, там, скорее всего, и самые лучшие условия, поэтому старайтесь идти именно в компании, которые больше всех работают, и, в принципе, забирают топы. Так, вы устроились, получается, в транспорту, компанию, и вам нужно взять фуру. Как это сделать? Пишите команду slash c меню, выбираете второй пункт, автопарк. Здесь вы можете, кстати, тоже вот информацию посмотреть. Давайте, вот, я вам покажу. Здесь вы также можете посмотреть, сколько количество людей в компании, там, деньги, награды и комиссия. Самое важное, пацаны, если идете в компанию, идите в компанию, где маленькая комиссия, и хорошо люди работают. Потому что, если будет комиссия, там, 10%, ну, это будет не особо выгодно, потому что вы будете давать много денег с рейса. В компанию, и вы будете, ну, меньше зарабатывать. У нас стоит процент 5, поэтому, в принципе, нормально. Вам, получается, нужно взять фуру. Вы нажимаете второй пункт, вам нужно стоять в гараже, в компании. Нажимаете второй пункт, и здесь вы можете взять фуру, которая вам, в принципе, нужна. То есть, у нас вот 6 магнумов, получается. Магнумы, это самые лучшие фуры для компании, именно. Короче, выбираете любой свободный тягач. Нажимаете, взять для работы. В этой компании есть, получается, цистерна, с которой вы можете заправляться. Можете заправляться бесплатно, то есть, я, как бы, не закрываю топливо. У нас сюда оно открыто. Как бы, не знаю, кто вам попадется, как бы, в какую компанию упадете. Но, знаете то, что можно бесплатно заправляться. Ну, и лучше, перед тем, как заправляться, узнаете, как бы, сколько можно заливать. У меня, как бы, лимита нету по бензину. В других компаниях, в принципе, возможно, есть лимит. Вы, получается, пишите C-меню, выбираете 6 пункт топлива, заправить транспорт и указываете, там, допустим, сколько вам надо литров. Вот, у меня, допустим, 82 литра. И берете, абсолютно бесплатно заправляете фуру компании. Вам предоставляется бесплатно фура и бесплатно топливо. То есть, вы можете вообще даже на заправку не ездить. Можете заезжать вот сюда, допустим, и вот бесплатно заправляться. Вы даже деньги будете тратить. Поэтому, работать в компании, это очень имбово. И вы, вообще, не вкладываете свои деньги. Теперь, давайте, перейдем к самым интересным, как вообще работать. Есть, получается, как я и показывал, разные команды для того, чтобы работать. Либо вы пишете job, либо slashdально, как бы, можно по-русски вот так дально писать. Я, в принципе, так и делаю. Пишите одну из этих команд, и здесь, получается, у вас открывается панель. Мой вам совет, когда у вас маленький скилл, пользуйтесь этой строчкой, вот этим первым пунктом, потому что это очень удобно. Когда у вас большой скилл, да, это неудобно. Это максимально неудобно, но когда у вас маленький скилл, пацаны, это решает пиздец. Я сам этим пользовался. И раньше, знаете, когда сотый скилл был, не понимал, нахуя оно надо, типа, блядь, это ж неудобно. А потом, когда я с нуля начал качать скилл, я понял, зачем это нужно. Это, в первую очередь, нужно для новичков. Это показывается всей контрактой, которые, в принципе, вам доступны на вашем скилле. Поэтому эта тема просто максимально удобная. Поэтому берите, пользуйтесь. Раньше ее, в принципе, не было. Второй пункт, получается, это отдельно, получается, рейсы, которые вы можете брать. Это, получается, города, в которых вы можете брать рейсы и точки, в которых вы можете брать рейсы. Допустим, вот там Южный. Но эта тема, пацаны, нужна, когда у вас уже скилл нормальный там. Давайте я вам теперь покажу, как, в принципе, вообще работать. Как рейс брать. Я вот, допустим, сейчас стою на базе. Самое главное, вам потом выучить просто места, где что находится. Я вот, допустим, нахожусь сейчас на базе. Это база дальнобочек. Вот, мне этот рейс доступен. То есть, вам рейсы доступны не все подряд, а именно по вашему скиллу. Там, первого скилла, второго, третьего, там и так далее. Ну, а так, в целом, пацаны, вам, как бы, навигатор, в принципе, показывает. У вас есть метка, куда вам ехать. Навигатор не всегда правильно показывают, поэтому, ну, особо по нему не ориентируйтесь. Именно, который на миникарте. То, что на метке, да, он хорошо показывает именно прям туда, куда вам нужно ехать. А вот именно навигатор, он бывает немножко там наебывает. Немножко неправильно показывает, там, навстречку может показать, там, и так далее. На него особо не рассчитывайте. Лучше смотрите на метку. А лучше просто открывайте карту и смотрите просто, куда вам ехать. Вот, получается, вы уже подъезжаете. Вам всего лишь просто нужно заехать на метку. То есть, ничего сложного в этом нету. Просто заряжаете. Все, вам деньги, как бы, даются. Потом обратно пишите ту же самую команду и уже, как бы, берете следующий рейс. Работа максимально легкая. Главное просто выучить места, где, как бы, все расположено, куда ехать, там, и так далее. И все. И потом, как полнократные, просто катаете туда-сюда, туда-сюда. И зарабатываете очень хорошие деньги. Если вы вдруг даже не знаете, куда ехать, вы просто выбираете там, ну, любой рейс, просто любой. Просто выбираете любой рейс, нажимаете начать, отметить на навигаторе. И все. То есть, вам навигатор покажет, куда вам нужно ехать. Даже если вы, там, не ориентируетесь по карте, не знаете, где точки дальнобойщикам. Вам GPS, в принципе, все покажет, расскажет, там, и так далее. Чтобы вам качать максимально быстро скилл, нужно возить короткие рейсы. Вы должны забить просто хрен на заработок. То есть, заработок у вас и так будет. В любом случае, просто, ну, берите рейсы короткие. И вот, 2000 метров. То есть, это считается короткий рейс. Вот, порт база. Это считается короткий рейс. Вот, порт лид карен, это уже длинный рейс. То есть, я думаю, по расстоянию вы должны ориентироваться. Старайтесь возить именно короткие рейсы. И тогда у вас будет качаться быстро скилл. Потому что, пока вы приезжаете один длинный рейс, вы могли сделать три коротких, понимаете. Поэтому, лучше всего, конечно же, катать короткие рейсы. Просто, чем быстрее вы будете качать скилл, тем потом он будет проще. Потому что у вас будет качаться скилл, вы будете и больше зарабатывать. И вам будет проще рейсы брать, потому что у вас будет, ну, выбора больше, понимаете. А так что, у вас там первый скилл, у вас выбора особо нет. Поэтому вам нужно качать скилл, и лучше всего катайте короткие рейсы, максимально короткие по расстоянию. Просто, если вы не понимаете, просто ориентируйтесь по расстоянию. Длинные рейсы я вам не советую катать, потому что, ну, вы будете, как бы, да, возможно, как бы зарабатывать больше. Хотя, мне кажется, пока вы будете вести один длинный, можно привести три коротких и заработать, как бы, больше. Лучше всего, пацаны, реально катайте короткие рейсы, качайте свой скилл, потому что, когда вы качаете хотя бы уже десятый скилл, Вам будет намного проще и легче уже работать дальше, понимаете? Также, мой вам совет, если у вас есть такая возможность, то работайте лучше после 12 ночи, либо рано утром, потому что после 12 не работают ни светофоры, ни радары, ни админы. Ну ладно, это может быть я преувеличиваю, конечно. Ну, я думаю, суть вы поняли, то что ночью, во-первых, как бы вы сможете ездить быстро, надо будет там стоять на светофорах, на радарах. А во-вторых, будет меньше народу, то есть будет больше рейсов, как бы. Утром, конечно, да, уже радары будут работать, там, я не помню, они, по-моему, лишь с 6 утра начинают работать или с 8. Утром, конечно, не так сладко будет, как ночью, но утром тоже мало людей. Я сам, как бы, иногда утром захожу к Катаю, и то есть много реально рейсов, как бы, поэтому с кайфом ездить. Просто вечером реально очень много дальнобойщиков, и поэтому иногда даже рейсов на всех не хватает. Ну, что ж, давайте перейдем уже к другой стадии, это когда у вас уже, там, более-менее нормальный скилл. Ну, я не знаю даже, какой там, 20-30, может быть, не знаю, какого вы успели вкачать. У вас уже есть, там, денюжки, и вам нужно уже покупать личный тягач, потому что на личном, как бы, заработок будет побыстрее, и попроще будет работать. Поэтому, как бы, это такая отдельная по цене тема. Да, на проекте Мазин Холиплей есть возможность работать на аренде, на компании, либо на личной фуре. Есть несколько видов этих машин. Это, получается, именно тягачи, и есть самый имбовый грузовик, это, получается, газон Next, который стоит у меня за спиной. Данный автомобиль обычно можно купить, там, за 11 миллионов. Если там ФТшный, может быть, там, 13-14 миллионов. На каждом серваке по-разному. Ну, точную цену вам сказать не могу, но точно на то, что они начинаются от 10 миллионов рублей. Да, для начала, как бы, это много, но есть такая фура, называется она Renault T. Она стоит от 3 до 4 миллионов. Повторюсь, на каждом серваке по-разному. Для начала, я вам советую купить себе Renault T. Она стоит, как бы, относительно недорого, и вы на ней, реально, сможете быстрее работать, быстрее катять скилл и больше зарабатывать. Также есть еще другие фуры, но они такие, не особо интересные. Там, и Века, там, Вольво есть, но есть еще Магнум. Магнум, это такая же фура, которая, как бы, в компании находится. Но Магнум, пацаны, как бы, да, он раньше был имбовый, но сейчас, как бы, газон в этом плане много лучше, намного проще и намного интереснее. Поэтому Магнум, как бы, да, это классная тачка, но когда вы работаете в компании. Потом, когда захотите, может быть, купите себе Магнум, но Магнум просто стоит, там, 15 миллионов. Но Renault T, как бы, ну, он и дешевле, как бы, и немножко побыстрее, поэтому лучше покупайте Renault T. Но после того, когда вы уже, знаете, поработали и в компании, и на Renault T, вы можете уже взять просто бабулеты, если вы их заработали, конечно. Взять просто и пойти, купить себе Like a Buzz, пацаны. Это, получается, газон. Раньше он не был таким имбовым, но сейчас, пацаны, это самая имбовая машина для работы дальнобойщик. То есть лучше газона, в принципе, нет ничего. Да, кому-то там нравится больше Магнум, кому-то нравится больше газон, но всё равно, как ни крути, газон это самая имбовая машина для работы. Во-первых, если вы работаете на себя, то у вас не будет комиссии. Вы будете получать чистую прибыль, у вас не будет комиссии за прицеп, как, допустим, это будет на Renault T, либо на Магнуме. Да и вы сами должны понимать, что газон, как бы, у него нету прицепа, то есть вы взяли метку и уехали. На Магнуме, либо Renault T, вам нужно прицеплять прицеп, он может там улететь, взорваться там и так далее. Если, допустим, на газон поставить третий чип, то он будет с этим чипом ехать 200 километров. А Магнум, либо Renault T, они будут ехать 180, либо 187. Также по скорости газон будет быстрее. Давайте я вам немножко покажу, как работает на газоне третий чип Nitro, получается. Ну, это прям имбовая машина. Вот вы, получается, подъехали на метку, взяли, всё, и уехали. Газон это реально имба, пацаны. Для работы, как бы, на нём и не устаёшь, потому что, ну, прицепа нету. Ты, как будто на легковушечке просто едешь спокойно себе, там, 200, ну. Если у вас третий чип есть, то 200. Если третьего чипа нету, то 165, как бы, тоже неплохо. Поэтому, ну, в плане именно работы, газон, пацаны, лучше всех. На газоне просто вот максималочку дал, и пошёл просто. 202 максималка. Как бы, без третьего чипа на нём тоже очень комфортно работать. Как бы, даже с первым чипом он будет хорошо ехать, 165. То есть, это даже очень хорошо. Допустим, тот же Магнум будет ехать, там, 160. Раньше Магнум, да, был классный. Был имбовый, самый быстрый. Но потом это немножко всё поменялось, и сейчас самая лучшая машина для работы, самая быстрая, это, получается, вот такой вот газон Next. Также дам вам очень хороший совет. Если вы уже купили себе личную какую-то фуру, неважно, какая это фура, любая, главное, чтобы была личная. Идите в компанию, в которой есть премии для личек. Лички, это люди, которые работают на личных фурах. Неважно, это либо Рено Т, либо Магнум, либо Газон. Без разницы. Главное, чтобы была личная машина. То есть, вы идёте в компанию, идёте на премию. Это, получается, премии, которые вам будут выплачивать. У меня, допустим, там, 50 тысяч накатал за день, получил 150. 100 тысяч накатал за день, получил 300 тысяч. То есть, вы реально сможете очень хорошо зарабатывать. То есть, вы и так будете зарабатывать на себя, но ещё, если будете работать на компанию с премиями, вы будете зарабатывать в 2-3 раза больше. Ну что ж, дамы и господа, я надеюсь, что данное видео вам понравилось. Я постарался вам подробно всё показать и рассказать, как работать, как качать скилл там и так далее. Дальнобойщики, это одна из самых прибыльных работ, одна из самых активных. И реально много кто здесь работает и хочет работать. Поэтому я вам постарался всё рассказать, показать, объяснить. Я надеюсь, что у меня это получилось. Хочу от вас увидеть максимальную активность. Давайте постараемся это видео набрать 200-300 лайков. Я вам буду прям очень сильно благодарен. Прошлое видео на данную тему набрало очень много просмотров и лайков. И надеюсь, что это видео станет не исключением. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.